Иван, в этом году уже много раз говорили про взрывной рост рынка онлайн, то есть очевидно, что он произошел, он случился. А какие перспективы этого события? Действительно, изменений за этот год, за эти месяцы столько, сколько, наверное, должно было быть за несколько лет. Рынок стремительно развивается, и на фоне пандемии это ускорение происходит с очень высокими темпами. Сейчас можно говорить о том, что рынок начинает уже переходить в состояние зрелого рынка, на рынке ужесточается конкуренция среди основных игроков, и компании начинают выбирать уже свои стратегические приоритеты развития, пытаются занимать определенные сегменты и ниши, которые, соответственно, будут пользоваться, по их мнению, спросом со стороны покупателей. Эту сегментацию мы видим на примере различных компаний. Кто-то делает ставку на экспресс-доставку, и тем самым, ну, считает важным предоставить клиенту максимально короткие сроки тот продукт, который, соответственно, потребитель заказал. Кто-то делает ставку на планируемые закупки, соответственно, на закупки впрок, и отчасти мы уже видим, что вот эти элементы стратегии начинают проявляться даже в названиях компаний. Интересно, что совсем недавно, буквально несколько недель назад, компания «Перекресток онлайн» разделилась, по сути дела, на две онлайн-свои компании. Одна компания продолжит работать как «Перекресток онлайн», осуществляя экспресс-доставки сроком до 60 минут, и появилась новая единица, уже полностью самостоятельная единица «Перекресток впрок». Да, уже в названии компании сигнализируется потребителю, какую миссию эта компания будет выполнять. Да, конечно, вот эти стратегии мы будем видеть дальше все более и более четко, все более и более явно, и будет очень интересно последить, кто из, скажем так, игроков оказался прав, какую он нишу, соответственно, занял, и какая ниша будет развиваться более динамично и стремительно дальше. Ну, раз уж мы находимся на конференции поставщиков, то как поставщики приспосабливаются к этим новым условиям работы? Ну, конечно, поставщикам очень непросто приспосабливаться, многие были не готовы к таким динамичным изменениям, и те компании, которые до начала пандемии не инвестировали в развитие своих компетенций в области омниканальной стратегии, да, конечно, сейчас достаточно сложно ее реализовать. Мы сделали опрос крупнейших поставщиков нашей страны, да, поставщиков продуктов питания, в первую очередь, и оказалось, что только 20% среди ведущих компаний обладают собственным интернет-ресурсом, на котором доступно, соответственно, сделать заказ продукции. То есть подавляющее большинство пока, конечно, еще подобных сервисов не реализовало в рамках своей работы. Но тут важно понимать, что, возможно, подобные сервисы для конечного потребителя будут и не нужны. Все-таки потребитель привык покупать корзину продуктов, да, и в этом случае ему удобнее покупать это в магазине, да, пусть это будет теперь уже онлайн-магазин, если ему так это будет нравиться. Поставщик обычно обладает только узким ассортиментом продукции, но не может предложить спектр, да, необходимый для того, чтобы полностью удовлетворить покупателя. Но мы видим очень интересное новое направление развития интернет-ресурсов компаний, связанное, допустим, с взаимодействием с B2B-клиентами. Coca-Cola запустила такой проект, сейчас InBeef запустил такой проект. И многие другие компании заимствуют опыт, в том числе из сегмента непродовольственного ритейла, когда интернет-магазин, ориентированный на профессионального покупателя, но чаще всего на своих же партнеров, дистрибьюторов, торговых представителей, либо, соответственно, региональную розницу, которая делает регулярно заказы у того или иного поставщика, они переводят, соответственно, этих поставщиков в формат закупок через интернет-ресурсы, тем самым ускоряет процесс взаимодействия с ними. В рамках подобных решений появляются новые возможности, которые позволяют эффективнее выводить новинки на рынок, эффективнее коммуницировать со своими профессиональными партнерами. И вот эта тенденция, мне кажется, станет одной из ключевых для развития бизнеса поставщиков. Спасибо большое, будем следить за этим.